Если что полезет, то чтобы повредился. А, это что, писать, наверное? Да. А там, чтобы какать? И какать. Кошмары, у тебя будет такое, типа, как... И вазоктомия. О, это интересно уже что-то. Да, вот здесь вот внизу есть... Гуляли мы по Далгопилской крепости и наткнулись на медицинский музей с очень большим залом про контрацепцию. Было очень интересно, так что усаживайтесь поудобней, наливайте чай, кофе, печеньки. Всем приятного просмотра. Не забываем подписываться, ставить лайки и пишите комментарии. ...научных. То есть, еще в Древнем Египте женщины закладывали себе во влагалище экскременты крокодила, а затем слона. Очень странно, но оказалось, что они имеют кислую среду. А, и разрушало там что-то. Да, разрушает сперматозоиды. Но были также и какие-то... ...другие способы. То есть, если носить лапку хорька на шее, это предохраняет беременность. Если перед поломатом, перед тупичей с гадюку, это тоже предотвращает беременность. Это вообще, наверное, какой-то там до нашей эры там, да? Ну нет, это уже наша эра. Нет, я же чуя там, где я так не знаю, так глубоко. Да. Пытались толочь шмелей тоже. Окуривали себя дымом после полового акта. Ага. Какие-то были различные амулеты. Вот. Носили на шее ртуть. Некоторые женщины глотали маленькую... ...маленький шарик ртути. Это, конечно, не только не предотвращало от беременности, но убивало иногда саму женщину. Великий любовник Казанова использовал из своих утех половинку лимона. То есть вычищал половинку лимона и вставлял женщине в облакавище. Опять кислота. Опять кислота, да. И иногда заканчивались очень сильными болями, потому что разрушалась слизистая. Угу. Вот. А вообще о беременности с девочками особо никто не говорил. И сексуально, и о сексе вообще никто не говорил. Еще известно, были воспоминания Ивана Николаевича Толстого. Когда он начал говорить, однажды заметил, что его дочка перестала спать. Она спит целую неделю. Оказывается, она слышала, что когда в доме поселяется мужчина, то женщина беременна. Знаешь, такие разговоры вились. А к ним приехал дальний родственник и поселился у них в доме. Вот о чем нужно подумать. Да. Мои собственные девочки рассказывали, что, допустим, когда... Даже в школе, в советское время ничего не говорили. Ну да, я хотел сказать, да, что совсем недавно еще. И чуть ли не там неделю не спали, потому что думали, что забеременеют от этого. Вот. Для предотвращения беременности также использовались, посмотрите, вот на картинках есть, это поисоверности. Ну да, 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 я уже понял. Да, нет, они начали производиться, да, не только женские, но и мужские. Были состоятельные женщины, которые не хотели, чтобы их мужчина спал с другими женщинами, поэтому использовали также мужские поисоверности, которые закрывались или замочками, или сургучными печатями. Ну, конечно, молодел, ну, приблизительно, как они выглядели. А, вот это? Мужской и женский, да, поисоверности. Ну, вот реально, ты вот это носил, ну, вот такое вот. Носил. Кошмар, здесь, чтобы, если что, полезет, то, чтобы повредился. А, это, чтобы писать, наверное. Да. А там, чтобы какать? Кошмар, у тебя будет такой, типа, казино. Ну, это реально. Вот нам смешно, реально, кто-то через это все чудеса вот эти проходил, блин. Ужасник. Ну, вот ключики, замочки. Но в Европе очень свирепствовало, свирепствовали венерические болезни, да, в средние века. Поэтому такие вот французские пиджачки. Типа прерывативы, да? Да, они больше использовались для предотвращения венерических болезней, чем... Ну, да. А только они помогали ли они очень? А, они одевались и намазывались маслом каким-то или салом. Ну, да, да, да. И очень хорошо помогало. Какое-то сфорство, да. Ну, а первый презентив, вот, Фин, вы видели так, да? Это кишки животных. Да, 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 я что-то слышу. Кишки животных. Также пузыри рыб. Это уже какие-то наросоветские, да, уже дела пошли? Да, наросоветские. Презервативов. В Советском Союзе резиновое зеленое номер 2 – это презерватив. Да, да, да. А я не помню, чтобы было изделие номер 1. Вот, резиновое зеленое номер 2 – это противогаз. Это, можете почитать, и будет теперь, да? Ну, да, да. Презервативы в Советском Союзе были трех размеров – маленький, средний и большой. Маленький, конечно, никто не покупал, потому что было стыдно, и вообще не превращалось в такую увлекательную детективную игру. Потихонечку подумали, так и дайте мне, пожалуйста, презерватив. Было потому что очень стыдно. Да, да, да. Вот. Ну, поэтому остался только средний размер, больший. Он оказался достаточно большой. Ну, и редко, когда там ходил. Да, большие, редко покупались, символики не покупались, поэтому остались. Но расцвет презервативов пришелся уже на прошлый век. Всякие разные. Здесь тоже собрана большая коллекция. И светящиеся в темноте. И в виде конфеток, в виде жвачек, и с какими-то личностями на обложках, и с шипами. И, сами видите, да? А, а. Вот такой, допустим, посерединке презерватив висит, да, который серенький. Это для тех, у кого слабая потенция, а презерватив такой достаточно... Типа удерживающий. И он удерживает. Как бы член такой эрекции. А, это прямо в трусе? Ну, это да, такие трусы. БДСМ или как оно там называется? Нет. Там сзади отверстия нет у него? Нет. Вот, современные новые латышские, да? Ага. Береги. Ну, насколько они современные? Ну, с Аргагайлики. Не, ну, примерно, да, да. Ну, вот в позапрошлый год. А, да? Латышские? Да. Дома обомгал. Не, ну, коробочку. Их прямо тут произверили, просто здесь запаковали в латышские названия. Я не буду говорить. Думаете... Береги, береги, Саргава, говорит. Береги белочку. Береги белочку. Ну, как-то так. Он, например, в латышских названиях. Да. А где вот такой пятичленник такой у кого такой? Ну, есть где-то. Блин. Это сразу пятерых можно, да? Ну, не знаю. Или какое у тебя сегодня настроение будет, да? Побырышками или гладкое? Да. Вот эти интересные такие упаковочки такие. Это что? А это не... Вот это женский пирамид. Да, да, да. Я вот слышал, она никогда не видела, что это. Да, вот вставляется в облагалище на шейку. Полностью в облагалище вот даже показано. А здесь или это дальше будет все эти спирали там всякие? На спирали дальше. Дальше это будет. Вот это музей, это медицинский или это чисто проконцентрацептивы больше? Это музей медицинский и один зал проконцентрацептивы. А то я при входе так чуть-чуть, даже не успел прочитать толком. А это чтобы вообще никогда в жизни уже не смог сделать, да? Я сейчас уже скажу. Это я уже вперед пошел, да? Это базилин, масло какое-нибудь. Сейчас очень много лубрикантов второй полочки. Посмотрите. Есть специально для презервативов, есть кто любит. Острое ощущение. С перцем? С перцем, да. Серьезно? Серьезно, да. Я не знаю, не использовала, поэтому честно говорю. Блин. Это надо спрашивать, а не продаются. Но это, наверное, когда уже ощущение пропадает, что было что-то, да? Ну да, есть специальные, когда используешь презерватив, есть когда без презерватива. Спасибо. А на верхней полочке вот те лубриканты, которые были в советское время. Вазелин, масло и вот это вот тоже презервативы в таких вот штучках. В этих квадратных? Да, в этих квадратных. А. Кроме презервативов, есть другие способы контрацепции. Одним из них в середине прошлого века был очень модный это спринцевание. Спринцевались с добавлением или щелочи, вот как мыло, или разные были подкислители. То есть уксус, отцитилсалициловая кислота, муравьиная кислота. Да, но это был очень трудоемкий процесс, потому что надо было закипятить воду, потом ее остудить до 37 градусов, залить вот в клизму, быстренько заняться сексом и через две минуты после секса сделать себе спринцевание. В влагалище. В влагалище, да, вот спустить вот эту вот жидкость. Ну, эффективность была на 108 процентов. Да, а как насчет, там, эти, как, ну, слизистые все вот эти вот... А, там немножко подкисливые. Ага. То есть пробовали на кислоте, не особо там. Многое дело, да. Вот поэтому вот это вот для измельчения мыло. Ну, короче, жесть. Щелочная среда. Ты что, думаешь, как бы, как говорится, уговорить девушку, да, найти все... Ну, или это, в принципе, только в браке, как бы, когда это... Конечно, да. Кроме этого, есть еще вот наверху колпачки, да, одеваются на нашей комнатке. Как Казанова использовал лимон, но только колпачок смазанный специальным... Специальной мазью, допустим, Фарматекс, да. А, даже уже современный? Да, это современный уже. Их, они на постоянной основе там? Нет, перед лимонаком используешься. Ставил, потом выбрал. Да, химические контрацептивы, это свечи, мази и таблетки. Вот они все закладываются в влагалище. А, опять, наверное, там какая-нибудь кислота. Ну, да. Ну, это уже химические. Ну, да, да, да. Вот, кроме клизмы использовались переносовки такие маленькие. Тоже спринцовались. Ну, это вот подкислители всякие разные какие были. Еще узнали, что Кока-Кола тоже очень является хорошим спермацитом, то есть, тем веществом, которые убивают сперматозоиды. Но не просто Кока-Кола, а диетическая Кока-Кола. Активно пользовались. Это одна из первых этих. Арифта уже современная, принципе, бутылка. Просто выглядит, как винтажная такая, да? Да. Ну, здесь также представлены разные... А, тут уже просто игрушки пошли. Да, игрушки. Для взрослых. Карты. Да. Ну, сексуальности уделяется очень много внимания, конечно, потому что посмотреться. Макароны, допустим. Так, подожди, сейчас держал камеру. Где-то мы с камерой. А-а-а! Я думал, там будет что-нибудь там... Нет. Прячься туда. Так. Ну, цветы и кресла экологические какие были, как они приблизительно выглядели. И наборы инструментов. И какие были лампы. А по-другому, это чан. Ну, не знаю. Я и современного-то не видел. Так что я не знаю разницы. Ну, здесь у нас как бы экспозиция в экспозиции. Как выглядела комната в середине прошлого века, в которой жили ваши родители. Допустим, у бабушки и дедушки. Пройдите, посмотрите. Да, и мы жили. Почти в таких еще мелких. Да, бутылки. Это я еще помню, да. Детям показываю всегда телеграммы. Какие были. Дети перебивают и говорят, мы знаем, что такое телеграмма. Да, 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 да. Я говорю, нет, вы посмотрите телеграммы. Там простые, поздравительные. Как выглядели предметы быта. Какими были. Ну, камин, да. Посуда, одежда. Для нас. Ну, здесь, конечно. Сейчас в апкетчу. Кофе, как трансформировалось наш Лепайский. Стиральные машины. Совсем молодым показывает. Вот, ваша телеграмма. Не покажем. Папочки переберем. Ваше счастье, электрик в помещении. Сейчас разберемся. Так. Не, ну да. Да, не полезу же я там. Буклы, коляски, ванночки. Вот, какие бабушки ходили с какими сумочками. И сегодня мы, как он покрасил только такую сумочку, и стоит смотреться для следующей лет. Серьезно. Один в один, как вот старая. Ну да. Ходили на лыжи. Бегали на коньках. У всех дома были вот такие вот аптечки. Разнообразные. У старых людей, в этих полностенах висят аптечки. Да. Это наше раннее детство. Это мы вот так вот смотрим все это хуже. Ну, просто... Вот такой вот магнитофон был. Подожди, у нас был чисто такой же. Как он? Panasonic's. Да, еще такая типа... Северизмые какие были, переносные. Да, 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 да. Ну, это просто вот здесь вот собрано вот эти позиции старых ключей, которые были. Вот совсем недавно... Которые ностальгируют, поэтому некоторые приходят, у меня тоже это было бы лучше. Ну, да, да. Буквально лет 15 назад мы все это выкидывали. Вот как раз этот процесс, когда было все это барахло. А сейчас оно начинается быть очень цениться, как наша память. Очень цениться, потому что и все занимались фотографией. Практически все фотографировали, все купили, глинцевателые. Ну, это не исторический экземпляр. Это современные, мы им пользуемся до сих пор. Ну, это да, но она старая. Я верю, я хочу сказать. Допустим, вот эта ракета синяя, она где-то 62-го года. Ну, да, да, да. Что нам говорят? Сетки-аруськи. Вот такой вот у нас был, да, вот этот. Помню его. Прикольно на нем кататься было. Мы на нем катались. Я говорю, приходит и ностальгирует. Как вы собирали, какие были приспособы для сбора ягод. Какие были перчатки, мухобойки и вот выбивалки для коров. А самки такие же еще есть. Да, да, да. Такие же часы. Ну, да. Часы тоже такие. Как это клада из-за того, как по-русски называется. Да, да. Все ходили в школу и собирали. Да, да, да. Не было дела. У нас то, что было. Да, ну это здесь не просто как представлено, да. Стоп, спицы и в таком столе делали подпольные аборты такими спицами. Люди иногда совершенно не сведущие в медицине. Но в то время были аборты запрещены. И женщины шли, допустим, на криминальный аборт, неживая ребенка. Часто с последствиями очень серьезными до смертельных случаев или очень серьезные какие-то воспаления, проколы, матки. Но не выдавали того, кто делал им, потому что это было уголовно-наказуемо. И для худеб, для той женщины, для того человека, который это делал. Но также потом предохраняется беременность можно было, допустим, по циклу. Вот эта вот красненькая, где идет до седьмого дня, это месячная. Это мы проходили. Ну да. Это мы изучали дело. Наверное, изучали. Ну, типа, слизистая тогда не воспринимает яйцеклетки, а только вот на 13-15 день, когда происходит эвуляция, там тогда вот вероятность большая зачатия. И если брать слизистую из влагалища и посмотреть под микроскопом, то нужно увидеть. Но это надо быть очень грамотным и знающим, чем отличить. Я, допустим, не смогу отличить слизистую во время месячных и около во время эвуляции. Ну, даже если я посмотрю под микроскопом. У вас медицинское образование? У меня, а я медицинская. А я не знаю, есть ли тут такое по температуре, такие аппараты меряют там как-то? По температуре не аппараты мерить, а вот по температуре в прямую кишку, да, вставляется в прямую кишку. Перед тем, как подняться с постели, просыпаетесь, и перед тем, как подняться, меряется температура. Температура обычно 36, во время овуляции температура 37. Тогда, когда овуляция, это не надо, да? Тогда не надо, тогда вероятность беременности очень большая. Это только получается 3 дня? Если ребенок захочет. Можно и пораньше, и попозже. Может, пораньше, и попозже. Но у каждой женщины по-разному. 28 дней – это цикл такой стандартный. Бывают и 23 дня, бывает и 32 дня. Гормоны сразу идут, когда скачут. Вот смотрите, да, скачут. Скачут гормоны у женщин. А что? Перед эвуляцией очень скачут гормоны. А потом они венчат скачут. А потом они скачут. Подожди, где гормоны? А, вот гормональность. Красная? Нет, красная. Красная, да. Зеленая. А, гормон лютерли-бля-бля. Стридля-бля. И гормон, стимулирующий фоли... Ох, смотри, 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 смотри. Короче, что-то стимулирующее. Прогестерон. Господи. А что это? Гормоны, короче. Ну, это настроение, эстрогены. Ну, это настроение. Нам не медицинским, нам это все чуждо. Саму девушку пришла на борт, это... А, типа такая, да. А борт очень серьезная. Судя, мы делали еще и гребенки имена. Вот, допустим, фотография, да, вторая, держит женщину, несколько человек. Это аборт, и... Для того, чтобы сделать аборт, надо сначала расширить шейку матки. Для этого используются вот расширители, начиная с маленьких, потом больше, 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 и большими. Это инструменты советского перевода, да, вот представьте, они должны бы покрыть, ну, полностью покрыты быть покрытием, но они вот в таком виде и очень травмируют, допустим, шейку матки. Современные, вот, одноразовые приборы. Ну, все равно, вот, допустим, вот это вот абортный материал. Прямо такой, да? Здесь вот находятся спирали. Посмотрите, пожалуйста, спирали. Первые спиральки были в виде спирали. Вот так вот они выглядели, да? Ну, вообще, первые прообраз спирали – это вот камушки. В Африке женщины, когда рожали, им, если они не хотели иметь детей, в матку вставляли камушек, и женщина больше не обременела, то есть постороннее, чужеродное тело в матке и не дополагает беременность. Советские спирали выглядели так, вот в советские, в советское время. Современные спиральки, вот они больше похожи на выпутые. Здесь самая большая коллекция спиралек, гормональные, негормональные, серебро, золото. Вставляются спиральки очень легко. Вот они продаются, такие вот стерильные наборы, да? Через 5 лет обязательно надо выбрать и вставить другую спиральку. Почему? Потому что могут отвалиться усики. И тогда она навсегда там, да? Ну, не навсегда, конечно. Ну, там, изопираться. Для этого, потом. Здесь же есть какая-то вот такая вот штучка. Приходится расширять цервикальный канал, туда залезать специальными крючками и вытаскивать. Ну, это тоже не стопроцентная гарантия, да? Вот перед вами ребеночек. Фотография ребенка, который развелся с этой стороны лучше. Вот эти руки у него спиралька. Нормально. А, там уже рефлексом схватился и... Кольца, гормональные, гормональные импланты. Таблетки СОС. Надо знать каждой женщине. Ну, мало ли порвался презерватив, мало ли там что-то случилось, незапланированный секс. Таблетки, допустим, Пастенор продаются в аптеке без рецептов. Одна таблетка, и сбой происходит гормональный, очень сильный, и беременность не наступает. Также гормональные кольца вставляются тоже во влагалище. Здесь таблетки. Гормональные препараты, которые принимаются каждодневно. Каждодневно принимаются гормональные препараты. Есть однофазные, двухфазные, трехфазные. Однофазные имеют одинаковое количество гормонов в течение 28 дней. Обычно таблетки на 28 дней рассчитаны, как и среднестатистический цикл у женщины. Я говорила, что есть и 22 дня, есть и 32 дня, но среднестатистический рассчитан 28. Поэтому сейчас есть обычно кольца, которые используют. 28 дней таблетки принимают, 5 дней перерыва опять принимают. Вплоть до того, что у женщины прекращаются вообще месячные. Когда у женщины случается менопауза, то рекомендуют принимать другие гормональные препараты, такие как клеманорм, клеммен и другие. А для чего? Для того, чтобы количество эстрогенов и прогестированного уменьшается, чтобы гармонизировать количество гормонов в организме. Это просто для здоровья женщины, да? Здоровья женщины. Там уже про консерцепцию, там уже речи, ну, нет. А когда идет уже, это уже женщина не может завеременеть, да? Ну, когда? Бывают разные случаи. А, то есть еще может быть какие-то варианты, да? Допустим, уже климакс пришел, да, и вдруг какой-то фолликул созрел. Ну, буквально случайно. Ну, и мальчиков назвали. Клим и Макс. Понятно. Кроме этого, есть еще перевязка маточных труб и вазоктомия. О, это интересно уже что-то. Да, вот здесь внизу есть. Вазоктомия это для нас, да? Да, вазоктомия для вас, перевязка семенных канатиков. То есть на половую функцию совершенно не влияет, но единственное, что если это произойдет, мужчина останется стерильным на всю жизнь. Уже потом их нельзя соединить, чтобы там были опять дети. Если сделать вазоктомию, обратно ведь не вернуть? Обратного нет. А есть такие операции, которые можно обратно вернуть? Какие-то другие невазоктомии, я не знаю. Не знаю. Я просто не в курсе, мне интересно это все же. Еще-таки не придумали перевязка маточных труб? Бывает, слышала я такое перевязка маточных труб, там какой-то где-то там прошло, там что-то как-то... Яйцеклетка куда-то ушла. Пока мы гуляли по этому музею, я так увлекся, что наснимал там почти на целый час. Так что я решил разделить это видео на две части, и в следующей части вы увидите непосредственно медицинский зал. Там тоже будет очень сильно все интересно. Все, спасибо за просмотр, ждите новое видео. Всем пока! Кто проснется этой ночью, Тот навеки не уснет, Кто услышит эту песню, Тот покоя не найдет, Спи пока снег идет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok